Ну, есть семьи, для которых семеро по лавкам не проблема. Финансовые вопросы, несмотря на свою остроту, отходят, можно сказать, на второй план. Есть апельсины, нет апельсинов. Что есть, то и есть. Как же выжить тем, кто сделал профессии воспитания собственных детей? Наш корреспондент Ксения Крихеля один день прожила в доме, где пальцев не хватит, чтобы пересчитать всех детей. Приехали, где пальцы! Гостям в этом доме всегда рады. Маленькая Яна проснулась самая первая. В большой семье сегодня она командует подъемом. Подпишите, руки чистить! А это не сетки. А это не сетки. В каникулы прибавили лишний час сна, но не отменили заведенный в доме порядок. Пока младшие умываются, старшие дети накрывают на стол. Напоминать им об обязанностях здесь не принято. Своё дело они хорошо знают. Дети ещё не съели завтрак, а Тамара уже беспокоится за обед. Молоко, кефир, фрукты. Ну, фруктов не очень много, конечно, бывает. Зато сегодня на столе будут котлеты. Из 11 детей в доме 8 мальчиков. Плюс хозяин дома. Вот она жарила две сковородки. Хватить должно всем. На обед по две котлетки. У нас всё рассчитывается. Чтоб каждому хватило, чтоб всё было достаточно и сытно, и удобно. А вот гречки и риса на сколько вот этого хватит? На раз. Сготовить в мытьеварке. На раз. Сделать кашу, да. Там на завтрак. К примеру, это на ужин. Ну, можно сказать, что это на полдня хлеба. В этом доме всё измеряется десятками и килограммами. А также метрами. Алексей и Тамара вместе почти 20 лет. Он печник, она портниха. Любовь, говорят, была с первого взгляда. Вопрос, сколько в семье будет детей, никогда не стоял. Сами из многодетных семей. Больше всего сейчас гордятся паспортами. Отметки ставить уже некуда. Там иногда даже пугаемся, когда нас спрашивают. Мне даже как-то даже, иногда даже, я говорю, ну много у меня. Говорят, ну сколько, я говорю, ну много. Мне даже иногда кажется, ой, такая цифра. По них вот, когда они дома, так не скажут, что их много. Страшно было несколько лет назад, когда Алексей Клешов надорвал сердце. Инвалидность. Пришлось уйти с работы. Жить стало труднее. За маленького Серёжу родителям платят 10 тысяч рублей ежемесячно. На остальных выдают 1900. То есть по 190 рублей на одного ребёнка. Ещё Тамара Клешова, как многодетная мать, получает губернаторскую надбавку. 1500 рублей. И, пожалуй, самая значительная часть казны – пенсия по инвалидности главы семейства. Получается вот такой доход семьи в месяц. И можно ли жить на эти деньги? Ну, мы живём. Стараемся как-то где-то украивать, где-то что-то. Ну, научились мы жить на эти деньги. Такой распорядок. Если в этом месяце мы можем взять мясо на месяц, в следующем месяце там сахара на месяц, здесь на два. Муки, крупы. Мы так, ну, как-то научились брать опцию. Что-то одно, второе, в следующем месяце. Старшие сыновья к тяжёлой мужской работе приучены с детства. Заготовка дров на зиму – большое поспорие для родительского кошелька. Ещё самый главный работяга. О, пошли, 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 пошли. Вообще с помощниками в семье проблем нет. Тамара говорит, что у неё самый оснащённый дом. У меня такой богатый ассортимент комбайнов, овощерезок, хлеборезок. В общем, всего на свете. И посудомойки, и они все у нас, видите, вот в таком экземпляре. Не ломаются, но просят кушать. На достигнутом Клешовы останавливаться не хотят. Маленький Серёжа, как его называют, первенец второго десятка. Что-то вроде центра вселенной. Даже когда устал и капризничает. Трудно не значит плохо, говорит глава семейства. Традиции в доме никто не отменял. И даже за большим столом детям не бывает тесно. Впрочем, когда в доме наступает тишина, Тамара садится за любимое занятие. Делает украшения из ткани. Денег на них не заработать. А вот у дочек завтра будут новые заколки. Уезжаем из большого гостеприимного дома не с пустыми руками. На первый взгляд, самый обыкновенный пирог. На самом деле, тяжёлый родительский труд. Ксения Крихели, Лилия Самойлова, Михаил Четверяков и Елена Воротилова вместе россиян.